Всем привет! Меня зовут Вика, и вы на моём канале, на котором я выкладываю видео из США и уроки английского языка. Сегодня бы я хотела поговорить о том, какой у меня был опыт изучения английского языка на Мальте. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Мальта — это основное государство, которое находится в Средиземном море. Не очень далеко находится от Италии, то есть остров Сицилия находится около двух часов на пароме. И то есть это, я считаю, очень близко. Мы, кстати, ездили туда на экскурсию, но об этом немножко попозже. На Мальте два официальных языка — английский и мальтийский. И насколько я помню, что люди использовали там абсолютно два языка, то есть и английский, и мальтийский. Не так, что один преобладал, а про английский они забывали. Нет, достаточно много мальтицев я подходила, там спрашивала, как пройти, как доехать. И они абсолютно свободно говорили мне, отвечали мне на английском языке. На Мальте очень красивая архитектура. То есть на архитектуру Мальты повлияло очень много Средиземноморских стран. И там такая, знаете, смесь очень старинной архитектуры, безумно красивая, которую вы, кстати, можете наблюдать в очень многих фильмах. В таких, как, например, очень много культовых фильмах там снималось, таких как «Гладиатор», «Троя», «Кот да Винчи». В том числе самый культовый сериал «Игра престолов». Там оттуда было взято очень много локаций. Но самый культовый момент, где была свадьба Калиси и Кала Дрога, этот момент снимали на фоне лазурного окна. Это окно, это такая арка 28-метровая. Эта арка претендовала на включение ее в список объектов всемирного наследия. Но на данный момент ее уже нет, так как в 2017 году во время шторма известная арка обрушилась в море. И на самом деле это было предсказуемо. Арка постепенно разваливалась, начиная с 2010 года. Увы. И я помню этот момент, потому что я не посетила эту арку. Она находится на соседнем острове Гозе. И я безумно жалела, потому что стоило посетить ее, но меня там не было. И теперь ее нет. Но вы можете увидеть по фотографиям, насколько она красивая. Итак, первое, почему я выбрала Мальту, это погода. Там безумно тепло. То есть это, естественно, в Средиземном море тепло, пляжи. Вообще есть что посмотреть, есть что поучить. Очень классно. Ну, то есть первая погода, потому что я выбирала из того, что мне хотелось очень куда-то поехать отдохнуть и поучить английский язык. И попрактиковать, естественно. То есть главным моим критерием было изучение английского языка и, естественно, погода. Мне не хотелось сидеть где-то там в каком-то школе и только и заниматься обучением. Мне хотелось также проводить время, грубо говоря, outside. Вот, поэтому первая причина, если вдруг вы рассматриваете какое-то место для обучения, вы хотите при этом отдохнуть, я думаю, что Мальта как раз для вас. Итак, второй плюс заключается в том, что Мальта входит в Европейский Союз. И, естественно, сделать туда визу намного проще, чем, например, в ту же самую Англию, в Америку. Так тем более. Не то, чтобы это невозможно, но это намного проще, естественно. Да, вы сейчас пошли в любое агентство, да, или сами подали просто все документы и просто получили шенген без всякого собеседования там на полгода, например. То есть очень просто и это самый лучший вариант, да, то есть как бы взять и поехать в англоговорящую страну с более упрощенными условиями, где можно отдохнуть. Третий плюс – это атмосфера вообще совмещения отдыха и учебы, как я уже сказала, потому что днем ты идешь на уроки, ты учишься, а вечером у тебя прогулки по пляжу, просто прогулки по городу, там есть что посмотреть, там много музеев, много пляжей, то есть вообще очень классно. Есть даже улица, в которую можно просто прийти и просто тусить, там очень-очень много ночных клубов. И я как-то прошла по этой улице утром, и я понимаю, что, боже мой, это такая улица, где просто ты приходишь реально, и всю ночь там люди тусят, пьют, и как бы это можно сказать как и плюс, так и минус, но если вы любите в тусовке, то вам точно туда. Если вы, конечно, не хотите и хотите пойти просто погулять по пляжу и по городу, то welcome на другие какие-то места. Ну, я иду на Мальте, но только в другие места, то есть там не весь город, грубо говоря, такой, не вся такая страна. Четвертый плюс, о котором бы я хотела сказать, это цена. То есть если сравнивать и другие англоязычные страны, например, то же самое Англию, Америку, то, естественно, билеты туда дороже, а получить визу тогда сложнее и тоже дороже. И то есть это все накладывается, и сравнивая Мальту с другими англоязычными странами, туда ехать дороже, чем на Мальту. Поэтому я не помню, сколько я платила за двухнедельный курс. Это, конечно, было тоже не очень дешево, но это было гораздо дешевле, чем поехать в Америку, например. И цена является большим преимуществом. Я не знаю, какие цены сейчас, но я могу вам оставить ссылки там, где можно поинтересоваться, ставить заявку и узнать цену на двухнедельный курс, на трехнедельный курс, на сколько вы хотите поехать. Что касается минусов. Я бы не назвала это минусом для себя, я только заметила, что те, кто хотят туда поехать, они должны преследовать определенные цели, грубо говоря. То есть, например, моя цель была поехать, практиковать язык, развязать свой язык, потому что я училась на тот момент в школе английского языка, знала какую-то грамматику, но мне было очень сложно просто говорить. У меня был огромнейший страх говорить, и поэтому я просто не могла. И то есть для меня это было самым главным, главной целью, которую я хотела, да, я хотела развязать свой язык. Но если человек хочет поехать и научиться, например, там сдавать там какой-то экзамен ради того, чтобы подготовиться к экзамену какому-то международному, там TOEFL и еще какому-то, то вам я бы не рекомендовала ехать на Мальту, потому что вся вот эта погода, развязывание языка и отдыха, и это очень как бы расслабляет. То есть вы не хотите в эту погоду сидеть и учиться, то есть как бы там 2-3 часа в день еще окей, да, вы там поучились и пошли отдыхать, там с теми людьми, которыми познакомились, вы пошли разговаривать и практикуете свой язык, но вы не учитесь, да, вот. То есть я бы рекомендовала, может быть, другие страны, либо вообще нанять репетитора в данном случае. То есть для меня это показалось как бы не для меня это минус, но мне кажется, что это минус того, что вся погода и атмосфера тебя там расслабляет. Поэтому можно еще засчитать это как минус, но для меня это было не минусом. И еще бы я хотела сказать про плюс такой, то есть это не совсем плюс, это так, отступление, да, о том, что я безумно боялась разговаривать до поездки на Мальту. И я познакомилась с огромным количеством людей, у меня развязался язык, наконец-то я стала свободна, ну не свободна, да, на тот момент, как мне казалось, я стала свободна говорить, даже с тем ограниченным словарным запасом. И это действительно классно, то есть я прям, у меня действительно развязался язык, то есть это то, что мне нужно было. То есть если вы хотите, вы боитесь разговаривать, но вы знаете какие-то основы, знаете какую-то грамматику, то есть Мальта для вас прям самое то. Я заметила, что я разговаривая, например, практикуя свой язык, разговаривая с американцами, ну то есть с native speaker, мне было очень страшно. Я всегда боялась, что, о боже, они заметят мою ошибку, ой, я там сейчас что-то сказала, не так, они будут надо мной смеяться. То есть при разговорах, например, там с итальянцами, с японцами, с чехией, с ребятами, то есть со всеми, естественно, может быть, они тоже делают какие-то ошибки, у всех разные уровни, но вы не боитесь говорить с ними. То есть я бы рекомендовала людям, которые только начинают учить английский язык, начинать говорить не с native, то есть потому что вам страшно, то есть вы только начинаете говорить, и вы будете стопориться на этом, и мне кажется, вам стоит начинать практиковать английский язык не с native, что мне помогло, и я советую вам. Так, я вам рассказала про плюсы и про минусы на Мальте, теперь бы мне хотелось перейти к рекомендациям. Первое, что мне хотелось бы сказать, что вам, если вы планируете поехать куда-то на курсы, не важно куда, то есть это про любые курсы, про Мальту, про любые школы, при выборе школы, вы выбираете школу, вы должны выбрать проживание, проживание, где вы хотите проживать, есть проживание от школы, то есть это отдельные такие комнаты, вас заселяют с такими же студентами, как и вы, и вы в принципе живете, ну это не отдельные комнаты, хотя может быть и можно отдельные выбрать, но будет просто стоить дороже, но в основном это проживание со студентами, то есть там по два, по три, по четыре человека, скорее всего. Это очень классно, да, вы сближаетесь с такими же студентами, как и вы, да, но чаще всего, как я заметила, они селят, если это русский, они селят к русским, и это не очень классно, то есть как мне показалось. Поэтому я выбрала в данном случае проживание в семье, и это то, что я рекомендую вам, это безумно классно, да, на тот момент мой язык был очень такой бедный, можно сказать, и мне попалась женщина, у которой я жила, у нее еще жила японка, итальянка, и мы с ними очень хорошо сдружились, очень классные девчонки, и сама женщина, она была просто, она настолько быстро говорила, и что для меня это прям челлендж был, мне было сложно, но было классно, то есть ты просыпаешься, ты прям чувствуешь всю атмосферу, мы просыпались, она звала нас на завтрак, у нас полчаса был завтрак, мы ели какие-то тосты, пили кофе, и шли на занятия, и это просто безумно классно, то есть я рекомендую вам оставаться в семье, насколько бы вам страшно там не было, да, что там какой-нибудь попадется, вообще эти все семьи, они проходят определенной проверки, и не бойтесь, то есть не бойтесь, даже если они будут говорить на английском языке. Мне было страшно, но было классно, и я ни разу не пожалела об этом. Вторая рекомендация, это заводить знакомство. Знаете, я заметила, что очень много людей, вот студентов в этой школе, что они, естественно, разбиваются на группки, например, это русский с русскими, итальянцы с итальянцами, там японцы с японцами, и мне этого не хотелось. Я, наоборот, старалась, можно так сказать, избегать русских, может быть, это как-то негативно звучит, но это не так. Я просто хотела практиковать свой английский язык, естественно, не с русскими, потому что с русскими ты всегда начинаешь говорить на русском, и мне очень хотелось знакомиться хоть с кем угодно, и не бойтесь, все открыты на самом деле, то есть люди, которые едут туда, они уже открыты к общению, и не бойтесь заводить очень много знакомств, которые в дальнейшем вы сможете даже ездить друг к другу. У меня была такая ситуация, что я познакомилась с мальчиком из Чехии, я к нему ездила в гости. Итак, вывод. Поездка мне дала отдых и еще очень много знакомств, с которыми я перешла барьер страха разговаривать на английском языке, и это была моя первая поездка за границу, и я безумно рада, что это была именно Мальта. Поэтому я желаю вам удачи во всех поездках, и я надеюсь, что вам очень понравилось это видео. Пожалуйста, поставьте лайк, можете даже прокомментировать это видео, понравилось вам оно или нет, и увидимся в следующих видео. Пока-пока!